Видископ. Мне кажется, будут проблемы у Мерседеса в Сингапуре. Вот, ну не знаю. У одной из машин, возможно, это будет Хэмилтон. Почему-то у меня все равно еще перед глазами этот Сингапур Макларена, последний сезон в Макларене. Вот. Я думаю, что Японию, Корею все-таки возьмет Росберг. Вот. Японию? Да, да. Я думаю, что даже Японию возьмет все-таки Росберг. Говорить о том, что будет в финальной гонке. Что будет, можно говорить. Чем все это закончится, потому что двойные очки. Вот. И сколько бы критиков не было по поводу всего этого, при нынешней обстановке, при тех событиях, которые мы сейчас видим, все-таки, наверное, двойные очки сыграют свою роль и довольно интересную. Вот. По поводу того, кто будет первый, все-таки я бы, наверное, ставил на чемпионство Росберга. Хотя, честно, я уважаю Льюиса за его поступок с переходом в команду Мерседес. Да, это был действительно очень решительный шаг и очень уверенный. Казалось, Льюис уже вырос. Но все равно, я думаю, что он не ожидал такого сопротивления и это его морально надломило. Это сыграет против него в конце сезона и все-таки Росберг станет чемпионом. По тому, кто будет на третьем месте, наверное, Дани Рикардо. Человек, который гораздо стабильнее справляется с работой с нынешним болидом. То есть, да, у Феттеля все-таки периодически, там, пускай каждая третья, каждая четвертая гонка, но возникают какие-то проблемы с машиной. Дани Рикардо гораздо стабильнее себя ведет. Поэтому, думаю, все-таки третье место в чемпионате будет именно за австралийцем. Ну, а кто-то выиграет гонку Крим цех трех? Мне хотелось бы верить Вильямс. По одной простой причине. Потому что одна победа Вильямс в этом сезоне может подарить им финансовое вливание и веру инженеров и веру пилотов в команду на следующий год. Потому что сейчас, пока Вильямс выглядит командой, как помнишь, в свое время, да, вот несколько сезонов назад выглядел Заубер, который пару раз там приезжал на подиум, да, как выглядела Форс Индия, которая там тоже там, 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 могла показать хорошие результаты в СПА-2009 и выиграть гонку и тому подобное. Я думаю, что мне очень хотелось бы. Рэдбул уже, ну, на Сузуке посопротивляется Рэдбул. Но все равно мне очень хотелось бы, чтобы выиграл Вильямс. Я думаю, чемпионом будет Хэмилтон. И Хэмилтон выиграет в Абу-Даби. Это его трасса. Он там выиграл не раз. Я думаю, что он сможет. Я думаю, что сам подсумок чемпионату, он снова кине тень на ситуацию с подвойными очками. Абсолютно не нужно. Новаторство, мне здаясь, для этого сезона. И те, чего никогда не было в Формулі-1, это надто шоу-фактор. Нехай и нужно понимать, что Формула-1 – это шоу в первую очередь, а не спорт. Третьим – Алонсо, Боттас, Рикардо. Рикардо виглядає переконливіше. Алонсо стабільніше. Попри те, що Рикардо дуже стабільний. У нього із дев'яти фінішів сім у топ-4. Це навіть не формат Алонсо, це вище. Але друга половина сезона завжди була за Фетелем. В усі роки. І ті траси, які будуть в другій половині – це траси, багато в чому Фетелі. Я думаю, що Фетел в цій половині буде переважати Дані Рикардо. І відбере у нього якісь очки. І це шанс для Валтері Боттаса. Я ризикну сказати, що третім буде Валтері Боттас. Йому багато очок треба відіграти. Але є Спа, є Монсо – траси, на яких Вільямс має бути дуже сильною командою. Є Остін і є Бразилія, де Вільямс завжди погано виступали. Тому на цих трасах я думаю, що Валтері буде дуже сильним суперником. І ризикну поставити його третім в чемпіонаті. Це буде, можливо, не зовсім справедливий для Дані Рикардо підсумок сезону. Тому що хотілося б бачити його якраз наступним після «Мерседес». Але це буде цікаво, як мінімум, для подальшої інтриги в Формулі 1. Щодо переможців, я думаю, що «Мерседес» розіграє всі останні гонки. Ні «Редбол», ні «Феррари», ні «Вільямс», ні «Форсиндія», ні «Макларен» гонок не виграють. «Мерседес» зберуться. Так, у них будуть проблеми, як і у всіх, із цими пеналізаціями. Але команда «Мерседес» єдина, яка завдяки своїй перевазі, як ви бачили в Канаді це 160 кінських сил над усіма іншими, за рахунок цієї переваги вони зможуть ці позиції на старті відігравати знову. І попри заборону фрік підвізки, попри обмеження, які накладає сама команда на боротьбу пілотів, у них все одно залишається секунда з кола. Це та перевага, якої має вистачити, як мінімум, для одного пілота, щоб виграти наступну гонку, кожну наступну гонку. Вітіскоп. Спортивне відео.